Здравствуйте, уважаемые радиовидеослушатели! С вами Светлана Кашина, интервью со звездами для Радио Тарантовка. Сегодня мы общаемся с прекрасной актрисой Дарьей Камасовой в рамках Торонтовского русского фестиваля фильмов. И Дарья снялась в потрясающем и очень нашумевшем фильме, совсем нелегком, очень серьезном и, тем не менее, безумно громком и, наверное, заслуженно популярном, безусловно, потому что все-таки очень серьезный эффект. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Этот фильм оставляет в душе, я думаю, каждого просмотра человека, просмотревшего его. Дарья снялась в главной роли в этом фильме. И у меня, соответственно, к вам, Даш, вопрос. Ну, стать, проснуться знаменитой, наверное, будет неправильно очень сказано. Изменилось ли как-то мироощущение после всех наград, после того, как везде узнают? Наверняка как-то больше поступают предложения, ну, потому что популярность набирает обороты. И после этого фильма как-то вот ощущение и восприятие себя изменилось? Здравствуйте. Я не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась. Да, определенные грани, определенные черта, которые я переступила. Даже можно сказать, не черта, а планка. Просто появилась значимая планка, ниже которой не хотелось бы теперь опускаться. Это что касаемо работы и что касаемо выбора сценариев, пьес и тому подобного. А так просто моя жизнь стала еще более интересной. Стало больше съемки, открыла для себя мир фотографий. Я раньше как-то особо никогда... У меня было мало фотосессий. И сейчас, когда периодически мне предлагают съемки в разных журналах, мне нравится. Это, мне кажется, отдельная профессия, которая так же интересна, не менее интересна, чем кино. Много поездок, много новых людей, знакомств. И, наверное, можно сказать, что что-то появилось. Ничего не изменилось, просто в жизни появилось что-то интересное. Многогранных? Да. Скажите, пожалуйста, всегда я смотрела ваши интервью с достаточно серьезным количеством журналистов. Всегда спрашиваю, что было самое сложное. В фильме «Жила-была одна баба» именно в съемках у меня... Я спрашиваю так, а что было самым приятным и запоминающимся? Вот именно по легкости. Команда ли или общение с режиссером? Или вот просто какой-то момент вы запомнили в съемках Белоруссии или монтаж? Вот что было самым легким и самым приятным? Потому что фильм все-таки очень тяжелый, он очень глубокий. И, наверное, поэтому это и добавляет именно этой тяжести, потому что все-таки очень много фантиков и конфетности в сегодняшней киноиндустрии. И очень приятно, что такие осмысленные вещи происходят и появляются на наших экранах. Но вот очень хочется узнать, что все-таки было самого легкого в вашей работе. Спасибо большое за вопрос, потому что на самом деле про жесть и тяжелый момент съемок меня часто спрашивают. Кстати, вот как раз Алексей Серебряков, который живет в Торонто теперь, он однажды сказал, что, Даш, запоминаться моменты не то, что происходит на съемочной площадке, а то, что происходит вовне. То, что происходит, когда приезжаешь в гостиницу, когда приезжают разные актеры. Я жила там постоянно, а актеры менялись, туда-сюда ездили. Я как сын полка там жила в Тамбове. И, конечно, мне кажется, моя память уже все грустные и тяжелые файлы удалила, и у меня осталось только самые нежные и теплые воспоминания о съемках. О том, как приезжали мои любимые актрисы, мы шли в баню вечером после тяжелых съемок. О том, как мы ходили купаться на речку, как мы брали катамараны и уплывали далеко-далеко. То есть какие-то такие вещи запоминаются, и слава богу, что они есть. Да, запоминать себя всегда, мне кажется, память, она удаляет все плохое. Слава богу, что во мне это есть. Потому что если начать вспоминать обо всем, что творилось на площадке во время съемок, это может зайти с ума и больше в кино не сниматься. Но тем не менее... Тем не менее, такие моменты были, это прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы работаете в театре ДОК, в театре ДОК в Москве. Вы снимаете сейчас, вы сейчас играете в спектакле, главную роль в спектакле «Жизнь удалась». На сцене 15 стульев черных из декораций и фата. Сравнение театра с кино, каким бы ни был этот банальный вопрос, вам, актрисе, уже со столь значимой ролью в кино и с несколькими серьезными ролями в спектаклях, как вы сравниваете? Можно ли это сравнивать? Или это все-таки как фотография? Совершенно другое, но тоже безумно интересно. Непосредственно театр ДОК с кино. Очень легко сравнить, потому что театр ДОК – это театр, у нас очень локальная площадка, то есть мы непосредственно играем, зритель сидит полметра от себя, он увидит, то есть ты постоянно на крупном плане. Поэтому ни в коем случае нельзя играть как на большой сцене, какие-то увеличенные оценки. Да-да-да, я это не люблю, поэтому я рада, что я выбрала себе именно тот театр, в котором мне нравится играть. У нас безумно интересные творческие личности собираются и ставят спектакли под руководством Михаила Угарова. Также Марат Гацалов у нас – молодой режиссер, который сейчас прогремел на весь мир. И, собственно говоря, он второй режиссер этого спектакля. И все это непосредственно – громадный опыт для меня. И я считаю, что это и позволяет мне и в кино быть безумно органичным, потому что не играть на сцене и в кино, и делать это органично, еще и в образе – это очень сложно. И приходится… я даже не знаю, это определенная химия, да. Чтобы вы перед себя пропускаете. Да-да-да, и сейчас вот я начала репетировать, приступила к репетициям спектакля на большой сцене, непосредственно это по роману «Воскресенье» Толстого. Это мой первый опыт на большой сцене, и я как раз там тоже пытаюсь соединить, чтобы не было вот этого… не было монументальной игры. Да-да-да-да, чтобы была живая органика, и она не мешала тебе создавать образ, и чтобы тебя везде было слышно. Мне вот это сейчас интересно. Я хочу соединить вот эту вот киношную правду и большую сцену. Мне кажется, это какая-то золотая середина. Попробуем. Мы вам желаем, безусловно, удачи в этом. С такой, мягко говоря, загруженной жизнью и, безусловно, очень плотным графиком работы и событий. У вас остается время на чтение? Читаю везде и повсеместно. Читаю в основном сценарий сейчас. Но недавно, наконец-то, я дошла до… добралась до книги Михаила Сигала. Это, кстати, в России очень известный режиссер, хотя и по всему миру он собрал уже много наград. Первая картина его была «Франция Полина», и он параллельно пишет книги. Я сейчас читаю его книгу «Молодость», и это то, что меня сейчас вдохновляет и поддерживает. Я стараюсь читать, это кажется свободной минутой. Книга кончается, да, поэтому… Поэтому что-то, да, 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 да. Большое вам спасибо за интервью. Мы желаем вам всяческих успехов. Я уверена, что фильм «Жила была одна баба» пройдет в Торонто на ура так же, как и везде до этого. Я желаю вам столь же значимых ролей, потому что, насколько я знаю, вы уже отказываетесь от каких-то ролей в телесериалах и в каких-то облегченных фильмах. о которых мы говорили, уже ниже нельзя. Да, да, да. Я желаю вам, чтобы, безусловно, были роли соразмерные, и да, чтобы они были еще более. Да, кстати, пользуясь случаем, я хотела сказать, так как в России, скорее всего, картина не выйдет, но выйдет в Торонто и в Канаде, и в Америке. Я снялась в американском проекте. Это компания «Грольф Фильм Боркс» и компания «Вайс», которые главный офис находится как раз в Торонто. Это такой экспериментальный проект. У нас снимался «Вэл Килмер», это трилогия, которые сняли три знаменитых режиссера. Хармони Корин с вашей стороны, Алексей Федорченко с нашей стороны и Ян Квичинский из Польши. И вот пользуясь случаем, хотел бы... Это такой эксперимент. Компания «Грольф Фильм Боркс» вместе с компанией «Вайс» установили правила игры. Они несколько пунктов назвали, которые должны были присутствовать в каждом сценарии из каждой страны. И вот Хармони Корин, Федорченко и Квичинский написали свои сценарии, и «Вайс» выделили фильм, деньги. И было снято три коротких метра, которые создали большой фильм. В каждой серии, в каждой новелле главный герой – чудак и маргинал. Обязательно присутствует лирическая нотка. Их всех объединяет одно, но тем не менее разъединяет. Фильм называется «Четвертое измерение». Советую посмотреть, потому что так в двух словах очень сложно сказать об этой картине. Но тем не менее, вот недавно мы представляли эту картину на кинофестивале «Трейбека», и она прошла там на ураг. Поэтому, я думаю, в ваших кинотеатрах она тоже пойдет. Большое спасибо. Обязательно учтем, дорогие радио и видео слушатели. Безусловно, картина «Четвертое измерение» – наш с вами следующий момент в фильмографии. Еще раз большое спасибо, Даша, и вам удачной презентации фильма и новых побед в кинематографии и на сцене. Большое спасибо. Спасибо большое. До встречи. С вами была Светлана Кашина, радио Тарантовка, интервью со звездами и в рамках хроник Тарантовского фестиваля русских фильмов.